Аркам ТВ представляет Ассаляму алейкум, уважаемые слушатели! Во время моей поездки по странам Персидского залива, в частности, в Кувейте, я читал лекцию. Мне задали очень хороший вопрос, ответом на который я хотел бы поделиться со всеми вами. Вопрос был следующий. Читая Коран, ты видишь, что Всевышний, говоря о себе, использует слово «он», к примеру, «он создатель небес и земли» или «он един». Очевидно, что слово «он» мы используем в обращении к мужчине. Но как же мы можем обращаться к Всевышнему в мужском роде, зная, что Всевышний стоит превыше всего этого, то есть не подпадает под категорию рода, не может быть ни мужчиной, ни женщиной? Я подумал, что это очень хороший вопрос. И всецело обдумав его, я решил записать это видео и поделиться с вами некоторыми мыслями касательно этого вопроса. Прежде всего, мы должны понять, что арабские и английские языки работают по-разному. В английском языке у тебя на выбор есть три варианта – «он», «она» и «он» используется при обращении к мужчине, «она» к женщине, и, соответственно, «оно» мы используем, когда говорим о неодушевленных предметах. Ты можешь использовать местоимение «оно», но проблема в том, что «оно» используется в английском языке для описания неодушевленных предметов, поэтому использовать его, говоря «об Аллахи», нельзя. Поэтому ни одно из этих трех местоимений не подходит, когда мы говорим «об Аллахи». Вы знаете, это именно то, что придает мне больше уверенности и служит постоянным напоминанием, почему Всевышний выбрал именно арабский в качестве языка, на котором было неспослано откровение. В арабском языке все работает совсем не так, как в английском. Во-первых, в арабском языке нет местоимения «оно» – существует только «он» и «она» – «гуа» и «гия». И нет местоимения для неодушевленных предметов, и нет среднего рода «оно». Такого в арабском нет. Во-вторых, следует отметить, что в арабской грамматике слово «он», «гуа» используется в двух случаях. А теперь обратите, пожалуйста, особое внимание на эту часть, так как она самая сложная. Местоимение «он» используется в двух случаях. «Он» используется в обращении к мужчине, или когда мы говорим о существительных мужского рода. Вообще-то, первоначальная функция местоимения «он» – это определение предметов мужского рода. И только после это местоимение используется как способ обращения к мужчине. Поэтому арабы делают различия в грамматике между тем случаем, когда речь идет о предмете мужского рода, и когда речь идет о мужчине. Это не так уж и сильно отличается от испанского языка. Например, когда вы говорите «эль либро» – «книга» – это слово мужского рода на испанском, и «ля библиотека» – «библиотека» – слово женского рода. Здесь неодушевленные предметы наделены грамматической категорией рода. Таким образом, «либро» – это «он» – существительное мужского рода, а «библиотека» – «она» – существительное женского рода. Так, в арабском языке слово «гуа» – «он» может быть использовано для одушевленных и для неодушевленных предметов. Мужской род используется не только, когда мы говорим о мужчинах. Это всего лишь грамматическое понятие. Поэтому «мальчик» – это существительное мужского рода, а «шаджара» – дерево – это неодушевленный предмет, но на арабском языке это слово женского рода. Это не значит, что «шаджара» – это женщина, но для них это существительное женского рода. Так же, как и слово «шамс» – солнце – существительное женского рода. Не из-за того, что биологически солнце женского пола. В итоге, неодушевленные и одушевленные существительные могут иметь мужской и женский род. Дело в том, что в английском языке мы используем слово «он» только для обращения к людям мужского пола, а в арабском, как и в русском языке, слово «он», «гуа», используется, говоря о людях мужского пола и о неодушевленных предметах мужского рода. Но остается вопрос, почему же используется именно мужской род? «Он», почему не используется женский род? Здесь нам на помощь приходит знание арабской лингвистики и понимание структуры арабского языка. В арабском языке действуют определенные правила, которым подчиняется весь язык. И одно из основных правил – это то, что по умолчанию мы всегда используем мужской род, и только в определенных случаях прибегаем к употреблению женского рода. Как скажем, согласно закону инерции, всякое тело пребывает в состоянии покоя до тех пор, пока действующие на него силы не изменят это состояние. То же происходит и в языке. Всякое слово стоит в форме мужского рода, если только нет причины считать его существительным женского рода. Иными словами, считается, что любое слово по умолчанию имеет мужской род, если только нет определенных грамматических причин считать его существительным женского рода. Тот факт, что мужской род используется, когда говорится об Аллâхе, что слово «он», «гуа», используется для обращения к Аллаху, указывает на то, что это используется по умолчанию, и, согласно грамматической структуре языка, так и должно быть. Если бы вместо этого использовалось местоимение «она», это вызвало бы вопрос. Использование существительных женского рода было бы расценено как отход от грамматических норм, присущих арабскому языку, и переход в неестественное для него состояние. В арабском языке нет такой проблемы вообще, но проблема присутствует в английском языке. Поэтому с самого начала, с неспосылания коранических откровений, когда речь шла об Аллахе, никто не приписывал этому слову мужской род. Даже у язычников-арабов, даже у них это не вызвало вопроса. Они знали, что речь идет о божестве. И слово «он», «гуа», являлось наиболее подходящим и не накладывало никаких ограничений. Но в английском языке, за неимением более подходящего слова, мы вынуждены прибегать к слову «он». Все это указывает нам на то, что никакой перевод не может абсолютно точно передать смысл слов Аллаха, кроме того языка, на котором был ниспослан Коран. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами!